Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео хочу затронуть такую важную и актуальную тему, которая сейчас, конечно же, в данный момент касается практически всех, это карантин и, если говорить более глобально, коронавирус и, соответственно, что мы можем делать в данной ситуации. Так вот, как вы знаете, наверняка многие школы закрываются на карантин, то есть Украина закрывается на карантин, допустим, у нас в Харькове уже школы и детские сады закрыты и также, как видно, если посмотреть в гугле, то в Москве, в Екатеринбурге, в Саратове, в других городах России тоже многие школы уходят на карантин. Это, безусловно, вынужденная мера, это, как говорится, не от хорошей жизни, но, с другой стороны, это мера правильная, потому что в школе, как и в детском садике, большое скопление людей, большое скопление детей, прежде всего, и, чтобы, конечно же, болезнь и чтобы вирус не распространялись, естественно, карантин – это грамотное решение. И вместе с закрытием обычных школ закрываются и шахматные школы, конечно же, закрываются на время, но, тем не менее, на три недели вот у нас в Харькове закрылась шахматная школа. Я это узнал недавно от своего знакомого и, соответственно, сейчас уроков у детей тоже не будет. Возникает вопрос, что в такой ситуации делать? Ну, прежде всего, конечно же, стараться следить за своим здоровьем и все-таки следовать советам медиков и, по возможности, не выходить из дома и, естественно, не идти в места, где собирается много людей. Вот, и как можно, опять же, поступать в плане образования? Ну, в плане обучения школьного здесь я вам советы, конечно же, не дам, но в плане обучения шахматом есть отличный вариант – это, конечно же, обучение шахматом через интернет. То есть, безусловно, интернет дает массу преимуществ, что вам не нужно ехать в другой город и, соответственно, допустим, почему говорит другой город? Потому что иногда вы живете в маленьком городе и там, в принципе, нет школы. Вам не нужно ехать через весь город, если говорить, допустим, про Москву, которая очень большая, и чтобы добраться, допустим, в другую часть города, нужно потратить несколько часов. Вам не нужно, опять же, таки тратить на это время и деньги. То есть, вы проводите урок, то есть, занимаетесь шахматами у себя дома, что, конечно же, является большим плюсом, то есть, выбирается в удобное время для вас и для тренера, и, соответственно, мы с вами занимаемся. И причем я решил, что действительно сейчас, поскольку такое, ну, очевидно, что не самое простое время с разных точек зрения и, в частности, с точки зрения того же вируса и карантина, то на время, скажем так, карантина, то есть, до конца марта, цена моих уроков будет на 20% ниже, то есть, 800 рублей в час на данный момент. Поэтому, если вы хотите заниматься шахматами именно со мной, то цена будет такой. Также несколько слов хочу сказать про то, что вообще, в принципе, будет на уроках. Более подробно, конечно же, лучше обсуждать лично, но, тем не менее, хотя бы основные данные, конечно же, я должен вам сказать. Так вот, прежде всего, это, конечно же, возможно, игра на Личесе, то есть, я буду вашим спарринг-партнером, соответственно, после игры мы с вами разбираем сыгранные партии и после этого, конечно же, смотрим, какие были в этих партиях ошибки. Также второй вариант, когда вы играете сами и, соответственно, мы эту партию по ходу дела обсуждаем и, в общем-то, тоже таким образом повышаем ваш уровень игры. Ну и, кроме практики, конечно же, есть еще и другие возможности заниматься. Так вот, здесь уже нам пригодится программа Chase Base, то есть, если, допустим, говорить про моё обучение, я обычно использую программу Skype и с помощью демонстрации экрана показываю свою доску, можно, допустим, использовать сайт Личес, в принципе, это всё обсуждается с учеником лично, в целом здесь не такая большая разница, но чем удобна база подобная, что вы всегда, в общем-то, потом можете эту базу сохранить и посмотреть на своём компьютере всё, что мы с вами разбирали. Так вот, в общем-то, здесь с помощью данной базы, что мы можем делать? Прежде всего, конечно, рассмотреть дебюты, то есть, я считаю, что, в принципе, дебюты узнают достаточно неплохо и, конечно же, могу вам тоже улучшить знания в вашем дебюте, либо, возможно, какой-то новый дебют тоже вас заинтересует и мы его будем вместе разбирать. Ну, допустим, если вас интересует вариант Руменштейна в французской защите, если вы, допустим, против него играете и часто с вами играют DE, и у вас здесь определённые проблемы, то, конечно же, данный вариант мы с вами будем разбирать. Также, как следствие дебюта, это Метельшпиль, то есть, в принципе, Метельшпиль в разрыве с дебютом разбирать, как по мнению, совсем правильно, то есть, более грамотно смотреть Метельшпиль в привязке к дебюту, то есть, например, смотреть с вами французскую защиту, тоже не обязательно разменный вариант, например, вариант с ходом слон Б4, да, который встречается чаще и который является, конечно же, более сложным для изучения, причём за оба цвета, естественно, и мы смотрим данные позиции, которые возникают после хода слон Б4, то есть, смотрим планы и идеи сторон, и, соответственно, разбираем типичную структуру, которая характерна для французской защиты, да, то есть, например, структура, которая возникает после Е5, С5, А3, слон С3, БС, ну и данная позиция, безусловно, она ключевая во всей этой системе, и здесь, опять же, таки важно не только знать, там первых ходов 10-12, может быть, 15, а и понимать планы и идеи сторон, и как раз-таки это и есть, по сути, Метельшпиль. Также, кроме дебюта Метельшпиля, конечно же, можно разбирать отдельно Эншпиль, то есть, можно либо по вашим партиям, либо, естественно, по партиям сильных шахматистов, есть сборники различные по Эншпилю, вот, и тоже, конечно же, это важно знать, особенно базовые позиции типа позиции Филидора, потому что, как ни странно, многие её не знают. Вот, и кроме этого, конечно же, тоже отдельная тема, это тактика, безусловно, тактика крайне важна, потому что, если вы хорошо знаете дебют, если вы неплохо играете позиционно, и если вы, допустим, даже и хорошо знаете Эншпиль, без тактического зрения, всё равно вы, конечно же, далеко не уедете, то есть, вам нужно тактику видеть, и чем сильнее вы играете, тем, конечно же, более важно, насколько вы видите тактику, то есть, очевидно, что это тоже крайне важно, и мы с вами можем заниматься и тактикой, в том числе, так же. Ну, опять же таки, то есть, есть разные варианты, либо мы занимаемся чем-то отдельным, либо комбинируем, тут, в принципе, дело вкуса. А также, что ещё важно, что можно готовиться под соперника, то есть, допустим, если вы знаете, что ваш соперник играет какой-то конкретный вариант, да, вот, допустим, тот же вариант Рубинштейна, и здесь, например, он делает ход кони в 6, то есть, мы готовимся под вашего соперника, это, конечно же, обычно происходит тогда, когда мы смотрим партии детей и готовимся под турниром, под турнир, вернее, в классические шахматы, и, соответственно, мы подробно разбираем какую-то позицию, да, ключевую, допустим, вот данную позицию разбираем, смотрим в ней идеи и планы, и, соответственно, пытаемся, в общем-то, словить соперника, пытаемся поставить ему проблему уже на первых ходах, то есть, подготовка под соперника тоже, конечно же, важная часть уроков. Ну что ж, это такие общие сведения, то есть, в двух словах все-таки пытался объяснить это, очевидно, что при желании, опять же, расскажу более подробно, то есть, можем провести пробное занятие, да, если вам понравится, то тогда в дальнейшем будем заниматься уже и регулярно. Ну что ж, что хочу пожелать вам? Пожелать, прежде всего, хочу, чтобы вы были здоровы, чтобы вирус вас никак не коснулся, ну и, конечно же, хочу пожелать вам прогресса в шахматах, ну и, если мы будем заниматься с вами вместе, то постараюсь, конечно же, помочь вам улучшить свои навыки игры в шахматы. Ну что ж, тогда всем спасибо за просмотр, и до встречи в новых видео.